Гипертония, а именно повышение кривяного давления в сосудах, является основным признаком гипертонической болезни, а также ряда других заболеваний эндокринной системы и почек. После 50-летнего возраста гипертония наблюдается почти у каждого второго жителя Европы, хотя в большинстве случаев повышенное давление практически не ощутимо и протекает без каких-либо дискомфортных состояний. Если вовремя не выявить гипертонию и не начать ее лечение, спустя некоторый период она отразится на состоянии здоровья кровяных сосудов, глазах, сердца и многих других органах. Самыми негативными последствиями являются инфаркт миокарда и инсульт. Можно ли заниматься спортом людям, у которых гипертония? Это вопрос действительно интересует многих и если до недавнего времени ответ был однозначным «нет», то сегодня все изменилось, как и мнение медиков на эту проблему. Вся жизнь человека основана на постоянном движении, так разве можно ограничивать и так больной организм, делая его еще слабее и податливее к заболеваниям? Речь пойдет не о серьезных занятиях тяжелыми видами спорта, а о лечебной физкультуре. Выполняя физические упражнения в системе, организм гипертоника получит выраженное положительное влияние, так как мышечная деятельность приведет к изменению всех систем и органов, тем более в работе сердца. Важно знать, в результате каких физических нагрузок происходит снижение кривяного давления, в каких наоборот поднимается. Ни в коем случае не стоит поднимать тяжести, вы не преследуете цельно качать мускулатуру, потому что в результате давление начинает зашкаливать. Гимнастика же наоборот задает работу мышцам ног и рук, в результате расходуется энергия и происходит обогащение организма кислорода. Нет нужды прилагать невероятных усилий, достаточно заняться ходьбой, бегом, закалять тело при воздействии контрастного душа. Замечательные средства – это езда на велосипеде, по парку или лесополосе. Сосуды в результате таких упражнений делаются более эластичными, а артериальное давление становится предельно нормальным. Работа групп мышц влияет на улучшение обменных процессов и нейтрализует появление атеросклероза. На сегодня у меня все. Какая тема будет следующая, я понятия не имею. То есть, это все зависит от вас. Кто не знает, о чем я говорю, посмотрите предыдущий ролик. Называется «Плавание для похудения». Желаю всем удачи, хорошего дня, до скорого. Продолжение следует... Продолжение следует...